И к другим новостям. Освоить живопись, покорить горную вершину и пройти курс по дайвингу – это уже подвиг и для обычного человека. Пару путешественник Игорь Скикевич все это сделал в инвалидной коляске после полной парализации конечностей. Он приехал в Люберце, чтобы показать пожилым и молодым людям с ограниченными возможностями, что сильное желание и вера в себя помогают преодолевать любые преграды. Десять лет назад Игорь Скикевич был обычным человеком, радовался жизни, готовился к свадьбе. Но банальная простуда дала серьезное осложнение, в результате чего мужчине удалили шейный позвонок. Полгода стопроцентной парализации заставили его по-новому взглянуть на свои возможности. Главное – не дать возможности сделать внутренне себе инвалидом. После комы я вышел на этот свет, опять вернулся, чтобы жить дальше, продолжать жить. Но я не смирился с тем, чтобы лежать. Чтобы не лежать, Игорь Скикевич взялся за карандаш, потом за кисть. Желание рисовать помогло сесть и разработать руки до такого уровня, что живопись стала для новоиспеченного художника источником дохода, который позволил воплотить в жизнь и другие мечты. Двигателя снимается за 10 секунд, крепежи очень легкие, на резиночках. Следующая реализованная цель – дайвинг. Снаряжение – собственная разработка. Я сел в старом кофе, в дороге физики 10-го класса, поставил коляску. У меня старенькая коляск, когда я поставил ее, и стал представлять, что она будет у меня подводить. Придумал крылья, двигателя поставил. Своей жизненной энергией Игорь делится и с другими людьми, которые попали в тяжелую ситуацию. Когда человек сталкивается с инвалидностью, он порой даже не знает, куда ему ткнуться, куда ему обратиться. Он стоит перед глухой стеной. Очень важно, когда есть человек, который подскажет, просто хотя бы покажет эту стрелку направления, куда можно пойти. Вячеславу Буторину знакома борьба с болезнью. Он заразился вирусным энцефалитом в 7 лет после укуса клеща. Кома, трахеотомия и парализация перевернули жизнь мальчика. К 23 годам он добился значительных результатов благодаря сильному внутреннему стержню и желанию жить. Один раз я услышал, как мама плачет, сидит, что я не хожу. Я это услышал. И когда мама ко мне приезжала, я начал перед мамой стараться ходить. Программа, с которой Игорь Скикевич ездит по всей России и учит людей с ограниченными возможностями силы духа, называется «Верить в себя, жить по мечте». По словам автора, именно в этих двух коротких фразах заключается секрет победы над болезнью. Александра Томей, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ.